Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Евгения Березова. Расскажем и покажем криминальную хронику этого дня. Труп мужчины обнаружили прохожие около дома в микрорайоне Загородный. Как установили эксперты, на пустыре тело пролежало всю ночь. Следственные органы возбудили уголовное дело и установили. Подозреваемый – 26-летний сосед потерпевшего. Своей вины не признает. Но доказательства говорят об обратном. На том месте, где произошла потасовка, показания дал свидетель. Мужчина в черном капюшоне – участник следственных действий. Его товарища сейчас обвиняют по тяжкой статье. Возможно, именно от его рук погиб 33-летний Амич. Сам подозреваемый ни в чем не признается, да и друзья, с которыми были в ту ночь вместе. Сначала пытались его выгородить. Но оказалось много несостыковок. Сложность заключалась в том, что все свидетели по делу находились с подозреваемым в близких, дружеских отношениях и не стремились сразу помогать следствию. Мы столкнулись с длительной кропотливой работой, направленной на установление истины. Пришлось беседовать, доказывать, объяснять людям, что необходимо изобличить виновного, что как бы то ни было, как бы дорог он им ни был, он нарушил закон. И, собственно говоря, перед законом все равны. Тело избитого мужчины нашли прохожие в 7 утра и сообщили в полицию. Полицейские установили личность потерпевшего, круг его знакомых. Из-за чего произошла ссора, официальная трактовка, неприязненные отношения. Виноватым 26-летний молодой человек себя не считает и шел в отказ. Мы стали доказывать его вину иными способами. То есть, показания свидетелей, тщательный осмотр места происшествия, получение вещественных доказательств и так далее, и тому подобное. Сейчас с нами собран достаточный материал для того, чтобы предъявить ему обвинение. В ходе проверки показаний на месте свидетель показывает, как его приятель наносил удары по голове в грудь, а затем повалил мужчину на землю. И драка продолжилась уже там. Вы как будто Максим, как происходило? Да, вот он на меня пытается как бы бить. Туда отворачивается, вот так вот. Три удары. Джинь, дынь, дынь. Три удары сделал и ногой. Три удары. Джинь, дынь. Вот показываете куда? Ну, в лицо. По версии следствия, подозреваемый в тот вечер был пьян. Встретил соседа и жестоко избил его. В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте. А мечу может грозить до 15 лет лишение свободы по 111 статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что привело к смерти человека. Сейчас задержанный находится под стражей. Поздравления с профессиональным праздником принимают российские следователи. 25 июля в России отмечают День сотрудников следственных органов. Люди этой героической профессии раскрывают убийства, коррупционные преступления и преступления в отношении детей. Так, в Омском управлении Следственного комитета с начала года находилось в производстве полторы тысячи уголовных дел. За этот период раскрыто 50 преступлений прошлых лет. Половина из них тяжкие и особо тяжкие. Самые громкие вспоминают постоянные герои наших сюжетов. В этом году в связи с пандемией в СК Бесторжественной части все на своем посту. Интервью только в маске. Егор Мироненко молодой и, верьте на слово, симпатичный старший следователь. Изобличает жуликов полтора года. В работе тяжкие и особо тяжкие преступления. Пожалуй, первое дело, вспоминать которое без содрогания невозможно, касалось ребенка. Шокирующие кадры, где отчим заставляет мальчика несколько часов стоять коленками на гречке, мы показывали в декабре прошлого года. Девятилетний ребенок получает удары от сожителя своей матери. Ни шага в сторону держать спину ровно. Следователь доказал, как мальчик мучился от двух до девяти часов подряд. Ребенок плакал от боли и от обиды, но стоял. Гречка въелась в колени так, что после мальчику пришлось делать операцию. Для контроля 35-летний воспитатель включал видеозапись на ноутбуке, а затем просматривал. Видео, на котором сожитель буквально пытает ребенка, стало главной уликой в деле. Сам обвиняемый уверял следователи, что только однажды вышел из себя. Однако в распоряжении Егора Олеговича было несколько файлов. Жуткое видеоистязание следователи нашли в ноутбуке Сергея Казакова. Доказано, мать ребенка разрешила, и ее сожитель отрывался по полной. Видеозаписи Сергей Казаков делал специально, чтобы потом убедиться, что ребенок стоял на гречке все отведенное время. Это дело было одно из самых ярких, сложных дел в моей практике. Требовалось проведение большого количества судебных экспертиз, в том числе психолого-педагогические экспертизы, молекулярно-генетические. В связи с чем приходилось изучать эти заключения экспертов, анализировать и так далее, чтобы собрать доказательственную базу по уголовному делу. Затянулось во времени? Да, из-за этого срок расследования был свыше двух месяцев, но тем не менее волокиты по делу не было. Были собраны достаточные доказательства, и дело передали в суд. Бывший отчим полностью вины так и не признал, мол, делал все это ненамеренно. Ни слова раскаяния на заседаниях ни от него, ни от мамы. Оба сейчас несут заслуженное наказание в тюрьме. Мать лишили родительских прав. Преступления совершаются ежедневно, ежеминутно, постоянно. Поэтому наша работа необходима. Без нее никак просто-напросто. И людям это важно. Кто их еще защитит, если не мы и, в принципе, сотрудники правоохранительных органов. Если кто-то им причинил боль, вред, рано или поздно этот человек будет наказан. И мы способствуем этому, чтобы какая-то справедливость, хоть какая-то, была восстановлена. Между тем, в производстве следователя десятки дел все требуют объективности и времени, которого ой как мало. Следственные действия, эксперименты, проверки показаний на месте. Для этого следователь эсказ многолетним стажем Александр Кузнецов выезжает на место в любой час дня и ночи. В кабинете следователя-криминалиста – галерея почетных наград. За годы практики Александр Кузнецов может рассказать сотни криминальных историй. Уголовные дела в производстве не принимают. У него другая задача. Раскрутить, размотать, разговорить и много других слов – суть одна. Вывести преступника на чистую воду. Провести криминалиста непросто. Жулики, юляты изворачиваются. В итоге скажут правду. Юристам тут быть мало. Психологом в первую очередь. Потому что человек, независимо от того, понимает он, в каком статусе он находится на следственных действиях, не понимает. В любом случае ему будет удобнее рассказывать правду, когда к нему относятся хорошо и доброжелательно. Когда его слушают, когда его понимают, когда проникаются его жизнью. Ну и вот, исходя из этого, приходится как-то слушаться в человека, ну, идти, ну, как вникать, прислушиваться к каким-то моментам. Опять же, всегда надо быть внимательным, предельно внимательным, потому что иногда человек попадается на оговорках. На оговорках попалась обвиняемая в смерти двухгодовалой дочки. Напомним, трагедия с маленькой девочкой произошла в прошлом году в одном из домов на Северных. Туда девушка с двумя детьми приехала погостить к новому парню. Заодно отметить праздник. Позже эксперты установили, что мать разозлилась на двухлетнюю малышку за то, что та рассыпала на полу крошки хлеба. И силой стала заталкивать в рот ребенка всю булку, пока девочка не задохнулась. Самая главная сложность состояла в том, что, во-первых, труп так и не нашли, во-вторых, о преступлении нам стало известно спустя месяц после того, как оно было совершено. Она совершила убийство 9 мая, если я не ошибаюсь. А известно нам стало только 6 июня об этом. И она изначально избрала достаточно хорошую для себя позицию, хотя и преступную, заявив о том, что убийство ребенка совершила не она, а совершил ее сожитель, который к этому времени уже скончался. Сначала 27-летняя мамаша во всем призналась, даже оформила явку с повинной, но вскоре изменила показания и начала рассказывать, что это пьяный приятель виноват. Я заорала на него, он встал, говорит, но ничего страшного. Я говорю, что она умерла, она не дышит. Ничего страшного. Я вернул ее в синее полотенце, положил в сумку. Тело девочки любовник положил сначала в холодильник, потом в сумке ночью выезд куда-то. До сих пор труп малышки так и не нашли. Дело было поручено Александру Кузнецову. Естественно, меня подтачивало подозрение, что она причастна к совершению данного преступления, потому что слишком уж манерно она себя вела. Переживания не было невозможно. Да дело не в переживаниях. Как раз переживания-то были, но они были настолько наиграны, эти переживания, знаете, как в театре. То она, если отстроит женщину из светского общества, то она прямо горем убитая мать и все такое прочее. И вот не сочеталось это все. От мамаши Александр Кузнецов все же добился признательных показаний. Если бы Мерзоева продолжала настаивать на своем, дело, возможно, имело бы другой оборот. Она начала рассказать, что она с отвращением относится к алкоголю, услышала контраргумент о том, что про нее даже отец говорит, что она, извиняюсь за выражение, не просыхает. Она поняла, что ее лить бесполезно, начала рассказывать правдиво. За стеклом в суде ни слова о раскаянии. Обвиняемая в убийстве ребенка говорит, что любила, заботилась, но допустила халатность, не уберегла свою принцессу. К смерти девочки не причастна. Стала настаивать на том, что следователи оказывали давление, писала заявление и жаловалась на принуждение ее к самооговору. И такое не редкость, рассказывает Александр Кузнецов. Суд в доводы Мерзоевой не поверил. В ходе разбирательства были собраны достаточные для обвинения доказательства. И буквально несколько часов назад следственный комитет сообщил, в лесу были обнаружены тела женщины и девочки, убитых больше года назад. Как рассказали следователи, в конце мая прошлого года 50-летний житель Калачинска убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, которая стала свидетельницей ссоры родителей. Предположительно, причиной конфликта стала ревность и желание женщины развестись. В живых остался только 4-летний сын, который спал в своей комнате. После этого мужчина погрузил тела 40-летней супруги и 15-летней дочери в машину и вывез в неизвестном направлении. Через несколько дней на окраине Калачинска в заброшенном сарае обнаружили тело разыскиваемого мужчины, он покончил с собой. При нем были все документы. Для поиска убитых матери и дочери были организованы специальные поисковые группы. В результате поисковых мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками полиции и с привлечением местных жителей, в Горьковском районе, примерно в радиусе полутора километров от места, где в прошлом году была обнаружена машина, брошенная подозреваемым по уголовному делу, был обнаружен сначала череп одной из потерпевших, а в радиусе 100 метров следователи также обнаружили прикопанные в землю, но уже немного разрытые дикими животными, тела погибших, жительницы города Калачинска и ее несовершеннолетней дочери. Потерпевшие были завернуты в одеяло. Такой была эта неделя. Мне осталось передать привет нашему постоянному телезрителю Али. У него нет проблем с законом, и он молодец. Присоединяйтесь и вы к нашей группе «Жесть ВКонтакте». Все выпуски там. До встречи. «Жесть» – официальная группа ВКонтакте. ВКонтакте. «Жесть». Спасибо. Уют. Продолжение следует...